...новую жизнь, каждым рекордом доказывая, что рекорды покоряются не шестам, а людям. Самое главное, это какой у вас внутренний стержень, какой у вас внутренний мир, чем вы живете, как вы относитесь к своему делу, профессионалу вы своего дела или нет. Наверное, еще был талант, именно тот талант, который умел воспринять ту информацию, которую ему давали, и воспроизвести то, что от него ожидали. Что касается конкуренции и соперничества, она всегда нужна. Она дает именно тот рост и не дает тебе успокоиться. Любой человек, так как и я, конечно, хотел комфортно, что там спокойно занимаешь лидирующую позицию, никто тебя не беспокоит. Но когда тебя кто-то обходит, ты таким образом начинаешь еще настойчивее работать над собой, чтобы вернуть лидирующую позицию и уйти победителем из сектора. Психологический рубеж 6 метров покорился Сергею год спустя. Этот прыжок стал сенсацией. Он по крупицам дарил свои рекорды, завоевывая все новые и новые медали высшей пробы. С этого времени главным соперником Бубки становится высота и он сам, Сергей Бубка. Если так, допустим, посмотреть на спортивную карьеру, то она, в общем-то, очень успешна. Я смог добиться всего, к чему стремился. Не было, наверное, такого самого высокого соревнования, которое я не выиграл. Я выиграл все, что было возможно выиграть. Поэтому, если смотреть с этой стороны, все давалось легко, все давалось очень просто. Реально это стоял колоссальный труд. Очень часто было так, что погодные условия были очень плохие, они тебя просто выбрасывали. Ты был готов к установлению нового мирового рекорда. А приходя на соревнования, это был или встречный ветер, или дождь, или очень жарко, ты понимал, что ты сегодня этого не сможешь сделать из-за травм или иных обстоятельств. 35-кратный рекордсмен мира и 6-кратный чемпион мира был явно не в ладах с олимпийскими богами. Имея все шансы на олимпийские медали высшие пробы, на пьедестал Олимпиады он восходил всего однажды. В 1988 году в Сеуле. В 1984-м политическое решение ЦК КПСС игнорировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе закрыло ему путь к медалям. В 1992-м неудача, а в 1996-м тяжелейшая травма. На тренировке он уже прыгал, там прыжки, и там высота под 6.30 стояла, журналисты все тогда сказали, ну все, медаль решена, кто выиграет. А в соревнования вышел, не смог прыгать, боль ноги не позволили. Квалификацию выполнил, и не смог выступать в финале. Пошел обследоваться, а у него врачи глянули, надрыв 25% сухожилия. Последняя попытка у Буки – полтора месяца после операции. Это только может сделать такой человек, только с таким характером, как у Буки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В инициативе Сергея Бубки в Донецке проходит крупнейшее мировое состязание шестовиков «Звезды шеста». Сюда съезжаются лучшие из лучших прыжков шестом. Этот турнир как бы подарок городу, где прошло спортивное становление короля шеста, и где он сам установил три мировых рекорда. Субтитры создавал DimaTorzok И вы все видели, с каким запасом он стрибнул на эту высоту. Я рад, что я оправдал надежды людей, прыгнул мировой рекорд в Донецке. Спортивная карьера Сергея Бубки похожа на звездную мечту любого атлета. Только лучшим спортсменом мира он признавался трижды. Единственный из атлетов, в 2001 году он был удостоен звания Герой Украины. Фамилия Сергея Бубки вписана в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество мировых достижений в легкой атлетике. Все почетные звания и награды – дань уважения к спортсмену, создателю высших мировых достижений, покорение которых – вопрос не самой ближайшей перспективы. В 2000-м на Олимпиаде в Сиднее председатель Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч назвал Сергея Бубку самым выдающимся спортсменом современности. Этот момент, возможно, стал пиком признания, но и временем прощания с большим спортом. Существом, которое я пережил в ноябре, 26 ноября, в Монте-Кало проходило как мировой бал легкоатлетический. И вот там совершенно неожиданно для меня, я считал, что меня просто пригласили быть гостем, почетным гостем этого торжества, потому что в 2000-м году я не показал высоких результатов. И когда пришла девушка и увела меня за кулисы, я спрашиваю, куда вы меня ведете, что здесь происходит? Они говорят, пойдемте, пойдемте, сейчас вы все увидите. Это было сделано как сюрприз. Они мне вывели за кулисы, начали показывать все мои прыжки, мою карьеру, я понял, что сейчас будут что-то такое делать со мной. И мне вручили тогда приз за лучшую спортивную карьеру в легкой атлетике. Я, конечно, был шокирован. Немножко уже прошло тогда полтора месяца, эмоционально я восстановился, и настолько меня подпер комок в горло, настолько было трудно говорить и сказать какие-то слова, потому что вот в тот момент я почувствовал, что вернуться в спорт, вернуться на дорожку я не смогу. И, конечно, было тяжело. Поэтому, я думаю, завтра будет тяжелый день. Покидая сектор и прощаясь сквозь слезы со спортом, Сергей Бубка, тем не менее, знал, что завершился, возможно, важнейший, но все же этап в его жизни. И за ним будет следующий, в котором ему только предстоит доказывать свой класс и ставить свои рекорды. Создавать свою школу прыжков в шестом и готовить новых чемпионов. Ежегодно собирать лучших из лучших в Донецке на соревнования «Звезды шеста». Искать себя в политике и бизнесе. Строить свою карьеру спортивного менеджера в Национальном и Международном Олимпийском комитете. Я не привык ходить и кого-то просить, что кто-то мне что-то должен дать и кто-то что-то должен мне предоставить. Хочу сказать, что это одна из проблем больших, наверное, спортсменов и больших личностей. Потому что они после окончания карьеры так же ждут, что все им должны и все им обязаны. В этой жизни никто ничем нам не обязан. Все то, что мы можем, мы должны делать сами и создавать. Поэтому, когда у тебя есть успех, есть достижения, есть слава, то ты начинаешь себя чувствовать обособленным человеком. Да, ты личность, ты личность в спорте. Но если ты начинаешь новую профессию, придя в школу преподавательным работать или придя к тренеру, ты так же начинаешь с ноля, как ты начинал, наверное, в спорте 10 или 15 лет, когда ты пришел мальчишкой. Тебе же никто не сразу не дал и не одел олимпийскую медаль. Ты за нее боролся, ты боролся подняться на этот пятистал. Так и в жизни, и в новой профессии. Нужно бороться, нужно идти к этой цели. Она коварна высота, Она не любит покоряться. Сразу после того, как Сергей Бубка даст интервью программе «Время награждения» Высота 6 метров 5 сантиметров. «Время награждения» «Время награждения» Продолжение следует...